Привет из прошлого. Некоторое время назад в нашей районной группе появился пост, в котором жительница возмущалась. Почему одни дорожки посыпают песком, а другие засыпают реагентами? Речь шла о сквере между Аргуновской и Новомосковской. И ведь действительно складывается впечатление, что к особо избранным приходит человек и спрашивает. А другим лишь остается довольствоваться реагентами в разных количествах в зависимости от щедрот дворников. И отправился я к скверу, и шел по дорожке из крупной соли. Шел, шел, а соль не кончалась, и я вспоминал слова, которые написал тезка. Все работы ведутся в строгом соответствии с регламентом, регламентом, регламентом. Шаркая по соли, я продолжал идти, потом повернул внутрь сквера, и вдруг... На общем фоне грязи и шума сквер показался мне райским местом. И тут меня осенило. Реагенты посыпаны четко вокруг сквера, а это значит, что кто-то проводил обряд для защиты сквера от злых чар. Я полез в интернет и нашел там описание процесса с заклинанием. Вот как это происходит. Двигайтесь по часовой стрелке и посыпайте солью периметр. Это нужно делать без спешки и суеты. Будьте осторожны, чтобы не посыпать солью какие-либо декоративные растения и по возможности не сыпьте соль на траву. Пока вы делаете это, нужно читать следующее заклинание. Чистая соль оберегает этот дом и всех, кто здесь живет. Она не подпустит к дому тех, кто попытается причинить вред, защитит нас от негатива, вражеского гнева и полуночного страха. В процессе выполнения обряда вы также должны активно визуализировать энергетический барьер. Можете представлять его себе как угодно. Например, как сверкающий купол или же как неприступную каменную стену. Все сходится. Тут вам и сверкающий купол, и каменные стены храма. Только от кого они защищаются? А если серьезно, то у дворников было два дня для того, чтобы смести оставшиеся реагенты с дороги. Но воссы ныне там. И там. И там. И там. Дорогой жилищник, переставайте уже читать заклинания, и начните штудировать распоряжение правительства Москвы от 28 сентября 2011 года. Договорились? Вот и славно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»